Приветствую друзья! Продолжаем мы серию видео о покупках, совершенных 11.11. И сегодня у нас будет обзор на две посылки, которые пришли 8 декабря, то есть практически месяц. Начнем вот с этой, она такая тяжеленькая, несмотря на то, что тоненькая. Я уже все их раскрыла, я уже говорила об этом в одном из видео, потому что мне нужно было отчитаться перед продавцом, что я все получила и все надлежащего качества. Больше в посылке ничего нету, пакетик можно выкинуть. Уже многие этот моб видели, я решила тоже его взять. Вот такой вот рисунок, орнамент, тоненький довольно-таки. Я видела у девочек разных натворческих каналах обзор на этот молд. Даже не знаю, как называется молд, наверное, все-таки. Что отпечаток у них не получался. То есть до запекания невозможно было вынуть изделие, поскольку оно очень тоненькое. А после запекания оно ломалось. Вот. Я хочу попробовать немножко другую технику. Обязательно вам об этом расскажу. Если получится, но даже если не получится, какой-то этап я покажу. Так. И вторая посылка. Маленький молдик с тремя листиками. Вот. Кстати, они разные. То есть, если видите, листики более розовый насыщенный цвет молда. Здесь более блекло розовый. Этот молд не хочу распаковывать, но придется. Просто знаю, что к этим киликоновым молдам быстро грязь прилипает. Так. Он такой очень-очень мягкий. Его можно хоть 10 раз свернуть. Очень мягкий. Я даже не знаю, пока получится ли то, что я задумала. Потому что я думала, что он более упругий. Причем, кстати говоря, сделано очень некачественно. Да. Тут я не доглядела. Но стоил он в пределах 50 рублей, а не 300, как у нас продают. Поэтому не думаю, что буду его возвращать. Не знаю, как это показать. Будет ли видно или нет. Но вот на просвет, если смотреть. Так. Сейчас давайте попробуем. Вот видите, там, где мои пальцы, вот, выше, просвечивает рисунок. Внизу, чуть ниже, рисунок не просвечивает. Могу повернуть с другой стороной. Вот повернула я. С левой стороны просвечивает. Справа не просвечивает. Как бы я ни купила. О чем это нам говорит? О том, что молд сделан некачественно. То есть, с одной стороны силикон тоньше, чем с другой стороны. И, соответственно, там, где он толще, он более упругий. А где он тоньше, он просто как сопля. Вот так вот его можно скрутить вот в рулончик. В общем, в плане гибкости я недовольна. Но у меня есть кое-какая мыслишка на этот счет. И, может быть, мне удастся сделать то, что я задумала. И обязательно вам показать. Соответственно, давайте этот молдик тоже посмотрим. Кстати, здесь молд был просто в обычный целлофановом пакете на липучке. Здесь же положили в зип-пакете. Это намного выше уровень, я вам скажу. Так, но тоже вот такой. Вот он довольно гибкий. Я бы не сказала, что он такой хлюпенький, как тот. Вот. То есть он довольно гибкий. Такой упругий. Вот. Здесь три маленьких листочка. И тут я даже больше ничего не могу сказать. Я очень довольна этим. Очень хороший, качественный мост. И все прожилки, все раздельно. Я думаю, что отпечатки будут довольно хорошие. Сейчас, к сожалению, у меня нет ничего под рукой, чтобы вам показать отпечатки. Но я думаю, что в творческих блогах вы это увидите. Вот. Так что до творческих блогов. Ну и... То есть вот такие два приобретения. Этим недовольна. Но думаю, что не будут связывать с подавцом и открывать какой-то спор, поскольку покупка уже завершена. Вот. Ну видите, как она мотается, как сопля на ветру. И вот этот он упругий, толстый. Плотный. В общем, этим довольна, этим недовольна. Но обоим найду применение. Вот такие маленькие покупки розовые, девчачьи. Подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик и галочку поставить об уведомлениях о всех изменениях и новинках на моем канале. Оставьте пальчики вверх. Пока-пока. До новых видео. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...